Бывший премьер-министр Владимир Филат попросил граждан прощения за то, что в свое время привел в политику Майо Санду. Он обвинил действующего президента в двуличии, в том, что она идет по головам, уничтожая как политических оппонентов, так и недавних соратников, а также в том, что Санду вручную управляет государственным аппаратом. Где вы ее нашли? Действительно ошибся. Сильно ошибся. И прошу у всех за это прощение. Владимир Филат пишет, что Майо Санду любой ценой нужна власть. Для этого она устраняет не только своих политических оппонентов, но и своих соратников, или тех, кто в сложной ситуации протянул руку помощи. Все прошедшие через узкую дверь президентуры сегодня тише воды ниже травы. Ясауленко тревожно спит в Баку. Юлиан Руссу и Дарел Мустяца исчезли с радаров. Сергей Литвиненко грустит. Анне Ревенко скоро на выход. Наталья Гаврилица так и не поняла, как стала премьером и не поняла, как ушла в отставку. А сколько еще таких? Судьи, прокуроры, офицеры уголовного преследования, защищающие сегодня не только режим, но уже и собственную свободу, должны осознать, какому риску они подвергают себя в будущем и учитывать, что в назначенный день их вышвырнут на улицу, прямо под дверь антикоррупционной прокуратуры, говорится далее в посте. Покалечив весь политический класс Молдовы, теперь Майя Санду выходит на международный уровень, отмечает бывший премьер. По его мнению, в том числе и за двуличной позиции молдавского президента ИПАС, две сильнейшие партии Румынии лишились своих лидеров после первого тура президентских выборов. В первом туре президентской кампании Майя Санду и ПАС официально поддержали председателя Национально-либеральной партии Румынии Николая Чука, но на самом деле она и ПАС подыграли Елене Лосконе. Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших по милости Майя Санду от Чука к Лосконе, не позволили председателю социал-демократической партии Румынии Марчелу Чулаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии. И Чулаку, и Чука уже подали в отставку с должности председателей руководимых ими партий. Именно таким образом госпожа Санду отблагодарила румынское правительство за оказанную помощь, говорится в посте. Владимир Филат попросил у граждан прощения за то, что в свое время привел Майю Санду в правительство и в политику. Действующий президент и ее аппарат пока никак не отреагировали на прозвучавшее обвинение. До 2012 года Майя Санду не была известна широкой общественности. Она работала консультантом и заместителем начальника управления в Министерстве экономики, экономистом в представительстве Всемирного банка в Молдове, координатором программ в представительстве программы развития ООН, а затем советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В июле 2012 года в правительстве Владимира Филата появились сразу два новых министра. Министерство просвещения возглавила вернувшаяся из США Майя Санду, а министром внутренних дел стал Дарин Ричан. Осенью 2014 года на партийном митинге Санду объявила о вступлении в либерально-демократическую партию, которой руководил Владимир Филат. А летом 2015 года, когда ушло в отставку правительство Габурича, Филат даже предлагал Майю Санду в премьер-министра, однако тогдашние союзники ЛДПМ в лице демократов и либералов ее кандидатуру забраковали.